Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Хранитель Кладбища. Ну что, ребята, сегодня мы с вами займемся, пожалуй, песочком и глиной, поэтому поехали добывать сразу это всё. Кстати, подождите, у нас же здесь вроде с трупаками-то ещё не завершено дело. Да-да-да, давайте уж закончим. Так, что нам сделать? Давайте достанем, наверное, череп, извлекём. Извлечения, у нас энергии полно, так что хорошо. Так, дальше кость, извлекаем. И последнее, это кровь, извлечь. Так, ну тут полежит, ничего, я думаю, с ним страшного не случится, да, ребят? Всё. Так, пойдёмте на кладбище. У нас, как видим, есть заготовочки. Так что, пожалуй, мы и приступим. Так, выкапываем. Замечательно. Ложим. И закапываем. Сертификат, естественно, за это получаем. Ох, ох, лопат... Подождите, а где, а где мой сертификат? Эй! Ну, здравствуйте, блин, приплыли. Не получил сертификат я, ребята, к сожалению, почему-то. И лопата у меня сломалась. Надо идти затачивать или новую делать. Вообще, надо инструмент починить, потому что мы сейчас с вами пойдём добывать песок. Все дела. Также нам нужно, естественно, место в инвентаре. Так, давай-ка посмотрим. Создать. Так, создать ничего не будем, а вот, пожалуй, заточим. Починим. Так, хорошо, топорик мы с вами починили. Дальше кирка тоже, естественно, ребята, тоже надо её починить. Нармулька. Так, что ещё? Лопата. Конечно, будем тоже её, ребята, чинить. Ну что же, вроде бы как и всё. Давайте посмотрим, что у нас в инвентаре. Ой, как всё захламлено у нас. Так, возьмём с вами... Нет, не возьмём мы ничего, ребят. Ничего не возьмём. По-моему, скоро уже надо будет делать дополнительные эти... Ящики. Так, кости выложим. Мозг, я не знаю. Так, испорченная книга. И у нас тут бумага. Всё это понятно. Так, морковки. Так, похоронный сертификат. Действительно, ребята, придётся, по-моему, мне скоро здесь ещё много чего делать. Ящиков в то же время. Компост. Компост, зачем он мне сейчас нужен? Он сейчас мне не пригодится. Так же, как и семена моркови. В данный момент мне просто-напросто не нужны. Так, меч нам нужен. Мало ли там что, чё. Неизвестно. Так, вроде бы... Давайте тогда уж поспим, раз мы уже здесь. Кстати, ребята, у нас подходит время со встречей с Инквизитором на Видимной горе. Вы помните, да? Нам нужно дождаться именно вот этого дня. И мы туда с вами ломанёмся. Обязательно ломанёмся. Кстати, не забываем, что к нам пригнали ещё один трупец. Ослик только что позвонил в колокольчик. Это как бы сигнал о том, что товар якобы прибыл. Да, вот он лежит, ребята. Мы его сейчас положим на стол. В принципе, не имеет значения, ребята. Они на этих столах не портятся. Вот если он будет лежать на полу, да, он будет портиться потихоньку. Здесь почему-то нет. Ну, это как бы морг всё-таки считается. Так, ну, а теперь, ребят, как я и хотел, пойдёмте с вами смотреть глину и песок. Так, насколько я помню, глина должна быть у нас где-то вот здесь. Да, по-моему, мы увидели. Или это ниже? Слушайте, по-моему, это ниже у нас будет. Да, надо будет идти туда, пониже. Кстати, огородка с подпорками, ребята, как я понял, это нужна для того, чтобы... Так, я что-то не понял. Я хоть правильно иду-то? Так, секунду. Что-то... Что-то не то. Я тогда так далеко не уходил, согласитесь. Это где-то было на моей территории. Я спускался вниз. И там была трещина в земле. Ох, кстати, вот. Вот у нас настало время со встречи с Инквизитором. Мы подождем с вами, естественно, когда наступит утро и уже пойдем по светлаку. Потому что я сомневаюсь, что он там будет ночью что-то делать. Хотя, кто его знает, что у него там на уме этого Инквизитора. Может, он неадекватный какой-нибудь. Так, хорошо. Где же у нас... Вот, вот, ребята. Ну-ка. Да, смотрите. Мы можем здесь что-то сделать. Так. Вот она, ребята. Вот она, глинушка-то. Добывается, родная моя. Хорошо-то как. Так. Сколько нам нужно глины? Я даже пока не знаю. Ну, сколько добывается, столько пока, ребята, и будем с вами получать. Выкапываем ее. Энергии у нас пока хватает. Так что все хорошо. Так. Не забываем. Глина нам нужна для того, чтобы сделать посуду. Нас попросил пастырь сделать посуду для нищих. И, как бы, открыл нам вот эту вот возможность добывать глину. Также он нам дал возможность добывать песок. Ну, что, ребята. Я смотрю, вроде бы, как утречка наступает у нас. Нам, наверное, пора бы отправиться на Ведьминую гору и поспрашать, как говорится, у Инквизитора, что ему надо. У нас такое, да, ребята, основное задание здесь есть. Прийти и пообщаться с ним. Поэтому... А что здесь мы можем с вами сделать? Ящик. Крематорий. Почему крематорий и ящик здесь именно ставится? Странно, да? Очень интересно. Тут будет 4 ящика у нас. Ну, не 4 ящика. Но 4 площадочки, где мы можем с вами разместить ящиков целую кучу. Очень интересно. Так, давайте пока посмотрим. 27 глида, ребята. Я насобирал по технологиям, если мы сейчас с вами глянем. Это где у нас? Здесь, наверное, да? С посудой будет заморочка или нет? Наверное, не здесь. Наверное, это будет... Ага, вот, ребят, смотрите. Вот у нас глина. Представление о грунте. Вот нам открыли. Видите, да? Сбор песка, сбор глины. Вот нам посуда. Так, гончарный круг, керамическая миска и полированная паста. Открываем, конечно же, ребята. И обжиг керамики. Ну, я бы с удовольствием открыл. Но единственное, не хватает, ребята, опять же, 5 синих очочков нам. Хорошо. Мы это с вами немножко позже сделаем. Сейчас я хочу все-таки добраться до ведьмной горы. И посмотреть, обманул или не обманул нас этот инквизитор. Он сам настоял, чтобы мы с ним здесь встретились. Не я, как говорится, напрашивался. Так, вот, ребята, инквизитор идет. Идет. Ну, давай, мы вместе с ним сюда. Что он вообще здесь делает? По большому счету. Ну, я понимаю, да, конечно, тут сжигание ведьм идет. Все и тому подобное. Так. Все, ну-ка. Это вы, хранители? Мне так нравится здешний воздух. Есть в нем что-то праведное, Юэ. Какое приятное чувство. Скоро здесь запылает очередная ведьма. Мы пытаем ее уже неделю. Но бессмертие души стоит этих страданий. В этот раз церемония должна быть показательной. Сейчас особенно важно продемонстрировать, что ересь не остается безнаказанной. Нужно все как следует подготовить. Инквизиция нуждается в вас. Нам нужны сухие дрова и рекламные листовки. Ага. Ведьма никуда не денется. Но лучше поторопитесь. Когда у нас будет все необходимое, мы ее спалим. Ох, ребята. Ну зачем же я согласился работать в него, а? Вот теперь я буду причастен к убийству невинных женщин. Что не так со второй половиной кладбища? Оно было осквернено много лет назад. И я уверен, что зло окончательно покинуло эти места. Я дам вам разрешение на использование этой земли, только когда буду уверен в вашей лояльности и ответственности. Так. Мне можно доверять. Значит, ему нужно, ребята, 20 дров и 10 листовок. 20 дров и 10 листовок. Хорошо. И насчет дров-то я, в принципе, прям хоть сейчас могу ему принести. И нужны еще листовки. Листовки мы с вами, я помню, изучили. И для них нужно нам что-то. А что нам нужно для того, чтобы мы могли с вами изготавливать листовки? Давайте посмотрим. Листовки, листовки, листовки. А я не вижу, ребята. Вот, может быть, вот это? Нет, это главы, это заметки. Это чистая бумага. Погоди-ка. Погоди-ка. А как же я тебе должен сделать эти листовки? Принесите 20 дров и 10 листовок на следующее сжигание. Слушай, инквизит, Это не ты меня немножечко даже как бы озадачил. Я все понимаю. У меня вот есть только заметки. И есть главы. И есть бумага чистая. Но никаких заметок, извини меня, нету у меня вообще. Может быть, вот это вот? Нет, это чистая бумага производства. Странно, очень странно. Где же я ему сделаю заметки-то? Ну, хорошо. Давайте тогда хотя бы принесем ему дрова. Раз ему нужны они. Это я и могу ему сделать. Немножко себе лояльности, как говорится, повысить. Ну, а насчет листовок ты, конечно, братюня, меня даже поставил в некий тупик. Листовки. Вот незадача. Так, компост, смотрите, ребята, у нас тут сделался. Что мы можем здесь еще создать? Да ничего, в принципе. Так, морковочка готова у нас? Нет, еще пока не готова. Значит, дрова ему, да, нужны? Дров у нас, по-моему, здесь целая куча должна быть, ребят. Сейчас я посмотрю еще разок в этом. Так, здесь я их не вижу, если честно. Давай-ка посмотрим здесь. Так, я вижу пять дров. Забираем абсолютно все. Они нам нужны. Так, еще нам история. История. Ее нельзя, кстати, исследовать. Глина. Глина пока полежит. Пускай выложим мы, пожалуй, компост отсюда. Морковки, я не знаю. И возьмем. Так, кровь у нас исследована, ребята. Череп у нас не исследован. Кожа у нас не исследована. Естественно, это надо будет все исследовать. В обязательном порядке. Так, что же, что же нам еще? Пойдемте, ребята, тогда с вами добудем дрова. Нужно 20 дров. Инвизитору. Как я вам говорил, чтобы немножечко получить лояльности. Так, ну, мне же нужно создавать. Погоди-ка, я не понял. Вот, давай, работай. Добувай дровишки. Так, отлично. 6. Там у нас, по-моему, 4 уже было. Так, 12 еще. Вот сейчас партию сделаем, ребята, и понесем. Все, кажется, да, у нас с вами дров 23 штуки. Ну, это все, конечно, хорошо. Самое интересное, мне хочется узнать, как же все-таки делать эти листовки. Может быть, заметки идут как листовки? Не знаю. Не знаю. Чистая бумага. Бумажное сусло. Бумажное сусло, ребят, даже такое есть. Тут у нас для книг все идет. Мягкая обложка, твердая обложка. Драматург. То есть, вот, не вижу, хоть убей меня, ребята, где можно здесь сделать листовки. Может быть, опять у нас это все дело недоступно и нам откроют потом, попозже. Или же я еще раз говорю, заметки. Это и есть те же самые листовки. Так, я понял, Ослик, ты мне там еще одно тельце подогнал. Так, ладно, я сейчас отнесу ему дрова, чтобы мне в следующий раз с этим делом не заморачиваться. Тем более, здесь пока недалеко. И тем более, день у нас этот может пролететь. Потом ищи его, свищи в поле ветра. Отдам ему эти дрова и продолжим заниматься уже своими делами. Так, вот он. Так, поговорить. Вот тебе дрова. Рад видеть, что вы оказываете нам посильную помощь. Мне можно доверять. Так, у нас 20 лояльностей. Да, можно. Что ж, пожалуй, вы будете лояльнее, чем половина моих гвардейцев. Вот разрешение. Заметите, что-то подозрительное? Сразу докладывайте. Ага. Так. Ну что, ребят. Он нам дал разрешение использовать вторую половину кладбища. Ну, вы поняли, да? Чем это хорошо, в принципе, для нас. Так, что нам дальше нужно? Нам нужно, ребята, с вами идти за песочком. Нам нужен теперь песок. Куда я пошел-то, е-мое? Не туда свернул. Ах, да. У нас же еще глина. Нужно будет заказать обязательно себе посуду. Давайте посмотрим, что нужно для этого. Гончарный круг. Пойдемте его сделаем для начала, чтобы мы могли уже с вами делать посуду. Ну, как видим, день закончился. Инквизитор покидает свою ведьминую гору. Причем, да, он так философски сказал, мне нравится этот, говорит, запах здесь. А знаете запах, почему ему нравится? Потому что там сжигает людей, там специфический запах. Видимо, он болен на всю голову. У меня другого объяснения нету. Так, да, 97% у нашего трупика здесь еще осталось. Давайте-ка мы его вот сюда положим. Пускай пока эти ребятки у нас тут полежат. Хотя у нас есть место в инвентаре. Давайте-ка посмотрим. Может быть... Нет, пока нету. Я, кстати, взял с собой плиту. Да, я взял с собой плиту надгробную. Пойдемте сюда, на кладбище. Ай, у меня энергии, ребята, мало. Ёппарс, это мало-мало-мало у меня энергии. Ну, я думаю, что вот сюда я все-таки смогу поставить. Успеть надгробие вот это вот проверим. Хватит энергии у меня? Да, хватит. Отлично. Но все равно мы в минусе пока, потому что, ребята, здесь еще нужны оградки. Оградки тоже нужно делать, но это все, конечно же, со временем. Так, сейчас мне нужно, ребята, найти гончарный круг. Что нужно для того, чтобы его сделать? И будем уже его устанавливать. Смотрим. Так, наковальня, склад бревен, верстак, склад камня. Вот, гончарный круг. Значит, нам нужно два камня и четыре доски. Два камня и четыре доски. Это все у меня здесь должно, ребята, где-то быть. Так, ну, досок я не вижу. Доски я здесь пока не вижу. Здесь, наверное, должны быть. Странно, даже здесь досок нету. Ха. Ну, а здесь? Так, здесь два камня есть. Нету, ребята, здесь досок у меня. Хорошо. Мы тогда с вами сделаем что? Похоронный сертификат. Кстати, у нас уже две штуки. Будем копить. Пойдемте сейчас с вами сделаем. Нет, сейчас мы отдохнем вначале. И сделаем с вами четыре доски. Поставим гончарный круг. Закажем уже, как говорится, посуды. Хотя, почему закажем? Нам, наверное, ее придется самому делать. Это тебе не как печка сталиплавильная, где мы забросили руду. И ждем, когда там будут уже готовые слитки. Нет, здесь, скорее всего, придется нам самим все это делать. Так, давайте-ка проверим. Доска. Значит, нам нужно... Ну, в принципе, одной партии хватит. Нам нужно их всего лишь четыре. Приступаем к работе. Все, доски получили. Камень у меня есть. Поэтому давайте создавать гончарный круг. Гончарный круг. Да, он не очень много места требует. Кстати, нужно будет уже, ребята, делать как-то... Расширяться, мне кажется. Свои владения. Потому что уже... Скоро я вообще ничего не смогу поставить здесь. Так, давайте-ка построим. Все, сделали. Так, и теперь смотрим. Керамическая миска. Керамическая миска. Да, это как для посуды, ребята, самое то. 18 штучек сделаем. Я думаю, что для первого времени этого будет достаточно. Так, хорошо. Все идет пока нормально, ребята. Ну, энергия, конечно же, опять со скоростью света у нас улетает. Ну, посуду мы делаем. Так, все, мы сделали, да? Давайте-ка посмотрим по технологиям, что у нас тут. Так, создать полировочная паста. На столярном верстаке. Верстаке на столярном. Это вот здесь вот. Что за паста? Что она делает? Так, нужен... Масло нужно. Ну, это винный пресс и речной песок. Этого пока у нас нету. Так, хорошо. Мне нужно, ребята, знаете, что еще сделать? Ах, погоди-ка, погоди-ка. Кожа. Давайте-ка мы с вами броньку сделаем. Так. Две железные детали и три кожи. Давайте посмотрим. Три железные детали. Одну есть. Так. Еще две. Нужно и кожу. Так, странно. Кожи у меня нету. Я, по-моему, ребята, всю кожу потратил на бумагу. Так. Скорее всего, так оно и есть. Ха-ха. Ну что же. Это говорит только об одном, ребята. Свиток с кладбища. Используют для открытия западной части кладбища. Ага, все, я понял. Придется нам идти, ребята, и снимать с трупов кожу. Как бы это, блин, зверско не звучало. Другого варианта. Просто нету. Такой садист, е-мое. Органы достает. Это достает. Ребята, кстати, помните наука-то? Я спрашивал, как она добывается. Она добывается из прочтения, ребята, книг. Нужно читать книги. Главное, что, когда пересматриваешь свои же ролики, ты прекрасно видишь, что нужно сделать для этого. Ха-ха. Там же я, когда подходил к этому первый раз, к столу, там же было. Типа, наука добывается из книги. И он читает книгу и получает науку. Так. Пойдемте, ребята, сейчас я схожу за песком. Где-то вот здесь. Да, вот он, песок должен быть, по идее. Давайте будем добывать его. И уже нам нужно будет, знаете, что делать? Склянки. Потом мы с вами наловим вон тех жучков, которые там летают, светлячки. Да? Я так понимаю, они пойдут и на наживку, и куда-то еще они должны нам идти. Может быть, даже как для фонарей каких-нибудь. Кто его знает? Так, что? Что такое? Перестал копать. Я уже думал, закончилось. Слушайте, а мне кажется или нет? Ребят, по-моему, у нас энергии уже как бы намного больше стало. Не так быстро она и заканчивается-то теперь. Так, туман прошел. Все. Я думаю, что этого, наверное, нам будет достаточно, да? Так, теперь переходим во вкладочку... Нет, не вот эту, а вот эту, да? Стеклодув. Смотрим. Делается это все, ребята, в плавильной печке. Так, в плавильной печке. Мы сейчас с вами пойдем забросим это все в плавильную печь. Но по пути еще я хочу, ребята, открыть все-таки вот эту вот сторону кладбища, которую нам разрешили использовать. Отлично. Давайте заходить и... Кстати, ребята, день для молитвы наступил. Так, давайте-ка разблокировать область. Наконец-то. Теперь можно использовать западную часть кладбища. Шикарно, ребята, но она вся загажена, как я не знаю что. Так, ребята. Торг... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Миски, миски, миски. Срочно за мисками идем. Там нужно 20 штук. А я сколько сделал? Я сделал 18. Но у меня глина есть, слава богу. Мы сейчас с вами сделаем. Ёлки-палки. Хорошо, что я с самого утречка подсуетился. А если бы это был бы сейчас вечерок бы. Пока бы я сейчас бегал с этими мисками, херисками бы. Все бы, ребята, с вами пропустили бы. И пришлось бы опять целую неделю ждать. Так, мисочки ко мне. Так, здесь... Так, три миски у нас есть. Да куда же я остальные-то все делал? Неужели туда выложил, а? А, давай, открывай. Да куда я миски-то положил? Каламане. Вот они. Нужно 20 мисок, да, значит? 20 мисок мы сделаем. Все, вроде бы так. Слушайте, а мне же нужна сфера для... Того, чтобы я смог сделать молитву. А у меня нет ее. У меня молитв... Это нету сферы, ребят, для вам... Нет, есть, есть. Фу. Ой, напугали. Так, давайте заберем веру еще с вами. И, пожалуй-ка... Пожалуй-ка, да, пойдем с вами читать проповедь. Замечательно. Так, миски сейчас отдадим. Так, миски сейчас отдадим. Отдать миски. Ух, ну и красивые же они. Ну, для бедноты сойдет. Третий сорт. Еще не брак. Ха-ха. Приятно видеть твою вовлеченность в наши духовные дела. Так, не ровен час я задумываюсь о том, чтобы расширить твою церковь до большой церкви. А это больше веры и больше денежек. Чем больше церковь, тем ты ближе к нему. А без него в нашей работе никуда. Ха-ха. Но до этого еще далеко. Сперва все здесь должно выглядеть так же хорошо, как моя прическа. Ха-ха. И говоря все, я имею ввиду церковь, убранство церкви и благоустроенность кладбища. Ух, задание-то нам надавали. Постараюсь соответствовать вашим высоким стандартам. Ваше Преосвященство, е-мое. Кстати, о высоких стандартах. Я был безмерно благодарен, если бы ты мог снабдить меня рыбой. Без твоей помощи я оттого и гляди начну худеть. Ну, мне подходит только качественное рыбное филе. Мне кажется, подходящая рыба должна водиться у водопада. Ты посмотри, а, ему еще... В городе что, не хватает еды? Ну, видишь ли, я не ем мясо. А от рыбы из городской бухты я вынужден отказаться. Как представлю, что в бухту попадают их полусгнившие корабля мертвые. Прям бррр. Так что вся надежда только на тебя. У меня уже волосы сечься начали от нехватки омега-кислот. Ничего себе. Так, ребята. Мне не хватает репутации. Не хватает репутации буквально... Буквально до хрена. Так. У нас не хватает и этого даже, и этого нету. Торговать что мы можем у него взять? Да ничего. Печеньки для причастия нам не нужны. Ладно. Пойдемте, ребята, с вами займемся действительно нужными для нас делами. Начать молиться. Погнали. Я бы хотел сказать речь. Наша церковь великолепна. Отлично. А сейчас давайте помолимся о благословении. Не понял. Не забывайте про пожертвования. Ребята, по-моему, неудачно. Отлично проповедь. Отлично. Отличная проповедь. Ребят, по-моему... Да, вы посмотрите. По три монетки бросают. Ой, даже по две. Ой-ой-ой-ой-ой. По-моему, фейл, ребята, был. Фейл. Просто был. Молитва не удалась. Да, как бы это прискорбно не звучало, но она просто провалилась с крахом. Я не знаю, почему, по какой причине, но вы сами видели результат. Они все ушли недовольные. Так, хорошо. Что? А, ну деньги мы сейчас заберем с вами? Здесь пусто. Что-то я даже расстроился, если честно. Что-то как-то надеялся, ждал столько и на тебе. Просто фейл. Ладно, пойдемте, ребята, с вами забросим стекло. Точнее, песок в печку. Будем делать с вами стекло. Так, создать. Стекло. Блин, нужны дрова. Нужны дрова, ребята. А дрова у меня где? А дрова у меня вот здесь. Я помню, где они лежат. Я это запомнил. Забираем абсолютно все. Так. Ага, при использовании плюс пять. Епископство для чайников. Использовать. Подожди, я говорю использовать. Ай. Надо закрыть это дело. Так, персонаж. Использовать. Отлично. Пять. Пять синеньких очков опыта мы получили. Так, ну что ж, давайте забросим дровишек. Вот так вот на 270. И уже будем приступать с вами делать стекло. Я даже не знаю, честно говоря, сколько нам нужно. Но давайте. Ой. Что-то я перебрал, по-моему, маленько. Вот так вот. 260. Все, пускай делается. 13 стекол, да? По технологиям, чтобы сделать, например, одну склянку. Сколько? Сколько нужно? Не написано. Вначале нужно сделать стекло. Потом мы уже с вами сможем делать колбы. Линза, сложные колбы. Слушайте, ну мы с вами получили пять очков, да? Пять очков. Куда мы можем их потратить? Давайте посмотрим. Мы можем вот насекомые с вами изучить. Так, что-нибудь здесь. Кстати, здесь тоже что-то будет у нас скоро полученное. Здесь пока бесполезно. Успокоение веры. Церковная скамейка. Можно было бы, в принципе, и ее сделать, да? Создать. А где вот это вот создается? Молитва о процветании. Ага, на письменном столе. Кстати, а вот и листовки. Они делаются на письменном столе, ребята. Я понял. Давайте вот так вот с вами сделаем. А письменный стол у нас с вами... Слушайте, по-моему, в церкви, да? Или же я путаю? Нет, по-моему, в церкви. Или же в подвале в доме. Черт, я не помню. Давай-ка посмотрим. Подожди, что я делаю-то? В каком подвале в доме, блин? В подвале церкви, е-мое. Так, он стоит, все еще ждет. Ну, он уже сейчас уйдет, потому что ночь надвигается. Письменный стол. По-моему, где-то здесь у нас должен быть, ребят. Ошибаться я не могу. Или я его еще пока даже не сделал. Создать. Так, тут понятно. Это у нас переплеты. Это у нас свечки. Исследовательский стол. Вот наука, ребята. Для того, чтобы науку, я вам еще раз говорил, нужны какие-нибудь книжки. В общем, всякая ерунда, которую можно изучить. Неужели у меня здесь нет письменного стола? Письменный стол. Нужно 8 гвоздей и 8 досок. 8 гвоздей и 8 досок. И также исследовательский стол у нас будет скоро доступен. Хотя он у нас вроде бы там он стоит. Поэтому мы его делать не будем. Значит, короче, делаем так. Письменный стол. 8 досок, 8 гвоздей. Все, запомнили. 8 досок, 8 гвоздей. 8 досок, 8 гвоздей. Так, давай-ка сюда посмотрим. 8 досок, да, значит? Бревен не хватает, ребята. У меня не хватает бревен. Так, доски получили. Гвозди. На гвозди у меня хватит. На гвозди у меня хватает. На гвозди у меня с лихвой. Так, что? Гвозди все. Так, нужно, ребята, найти доски. Дерево, точнее. Так, срубаем. А, здесь не получается уже. Нужна технология. Интересно, почему тебе там нужна технология? Для того, чтобы срубить дерево. Как-то странно немножко. Что, опять энергия закончилась? Ну да, ребята, естественно. Энергия закончилась. Надо пойти отдохнуть, поспать. Так, ладно, мы с вами сейчас поспим. Наделаем листовок. Нам нужно будет 10 листовочек. Обязательно, ребята, сделать для инквизитора. Что у нас еще? Еще нужно сделать. Ой, заданий у нас целая куча, ребята. Не соскучишься, одним словом. Так, тут мы с вами получили. Давай вот это вот дерево срубим. Бревно получили. Отнесем его сюда. И знаете, что думаю? Если вот у меня, например, вот это вот хранилище для бревен будет где-нибудь вот здесь вот находиться. Оно будет учитываться, если я буду работать у себя там, а бревна будут с этого места идти. Или они обязательно должны быть вот здесь вот рядышком. И вот с этих вот деревяшек, я думаю, наверное, будет бревен-то побольше. Они как бы и потолще, побольше. Здесь у нас еще сад, ребята. Который, конечно же, еще пока вообще не развит. Так, ладно. Давайте доделаем с вами досок. И, конечно, бы еще хотелось бы, знаете что? Сделать себе какой-нибудь такой рюкзачок или что-нибудь в этом роде, чтобы у нас инвентарь, ну, немножечко стал побольше. Ну, а тут как-то, ну, смотри, не на что это. Ну, вот еще бы сюда бы, вот это было бы хорошо. А тут, как говорится, приходится постоянно выбирать. Либо-либо. У нас, кстати, что? У нас все забито под завязку. В церкви, кстати, нужно сделать ящик. Интересно, а там можно сделать? Чтобы складывать туда все эти вещи, например, там, для молитвы, чтобы не ходить с этим... А, у нас вот здесь вот есть ящик. Смотрите, ребят. Да, вот здесь мы, кстати, и можем выложить все вот эти вот вещи. Так, что же еще тут? Ну, пока вроде бы и все. Больше нам ничего здесь не надо выкладывать. Главное не забыть, ребята, что они у меня там лежат. А то в панику опять впаду, блин, как в тот раз. Заходим. И давайте создавать уже письменный стол. Куда бы его... Ну, что, наверное, вот сюда, ребята, мы с вами... Вот сюда поставим его, да? Да, я думаю, будет ему самое тут место. Ох, ё-моё, сколько тут можно всего делать-то. Посмотри, ребят. Заметки, листовки. Вот листовки. Для этого нужно нам перо и чернила, и также чистая бумага. Мы будем получать науку? Хорошо. Значит, перо и чернила. Это у нас главы. Это у нас главы, да? Ну, сейчас меня в данный момент интересуют листовки. И нужно здесь перо и чернила. Пойдёмте посмотрим, что нужно для того, чтобы сделать нам перо и чернила. Перо и чернила. Нужно три пера и... Чернила. На верстаке всё это делается, на церковном. Ну, это вот здесь вот делается, да. Чё-то я не пойму. Так, нам нужно черни... Чернила, да? Опять же, нужны колбы и чёрная краска. Создаётся на алхимическом столе. В алхимическом столе. А это исследовательский стол. Так. Алхимический стол. Смотрим, ребята. Где он у нас вообще открывается? И откроется ли он вообще у нас в ближайшее время? Алхимический стол. Тут всё с лесом связано. Так, драматург. Производство. Простой печатный пресс. Сжигание тел. Каменное надгробие. Сила веры. Сила веры. Улучшение кладбища. Слушайте, ребята, я не вижу здесь никакого алхимического стола. У нас письменный стол. Потом исследовательский стол есть. И церковный верстак. Алхимического стола у нас, к сожалению, нету. И что же мне теперь делать? Как мне его заполучить? Нету, ребята, нету. Вот и всё. Странно. А он же должен быть, по идее, да? Создание бумаги. Вдохновление писателей. Приёмы письма. Производство бумаги. Сложный пресс. Здесь у нас... Давайте вот это вот пересаживание выучим ещё с вами. Так, здесь у нас садоводство, пивоварение, виноградники. Виноградники. Это что такое? Хмель. Так, одомашивание пчёл. Друг пчелиный. Виноделие. Это не то. Так, прирождённый кузнец. Это всё, конечно, понятно. Стеклодув. Это правило горения. Железное литьё. Ладно, это всё с металлами связано. Это всё связано с деревом и с обработкой металла. Деревянное творчество. Резьба по камню. Слушайте, нету. Нету, ребята. Алхимического стола здесь нету. Я не знаю, как и где нам его получить. Странно. Очень-очень, ребята, это странно. Но давайте тогда хотя бы, знаете, что сделаем? Получим с вами немножечко науки. Для науки нам что нужно? Так, главы. А где нам, блин, эти главы-то брать? Главы. Может быть, разложено на исследовательном столе, чтобы получить. Ну, это понятно. А как мне? Создаётся на письменном столе. Так, короче, нужно... Три заметки, что ли, я так понимаю. Это заметки или нет? Так, ну-ка. Запутался вообще в корне, ребята. Так. Что это у нас? Это чистая бумага. Это понятно. Чёрт подери. Вот это вот, да. Заметки. Создаётся на письменном столе. Ну, я не вижу, чтобы оно создало... А, вот, вот, заметки. Ага, не всё так просто. Опять же, нужно перо и чернила, ребят. Чёрт быть, чернила подобрал бы. Где алхимический стол мне брать? Ну-ка, может быть, здесь стеллаж вот мы ещё с вами сделали? Ну, я сомневаюсь, что он нам даст прям... Чтобы мы могли с вами алхимический стол здесь сделать. Так, давай посмотрим, что у нас здесь. Для того, чтобы мы смогли сделать с вами скамейку, да, нужно 8 и 8. Сделаем ещё, ребята, здесь пару скамеек потом. Пойду, посмотрю, может быть, у меня в этом, ну, как бы, будет доступен алхимический стол. Я ума не приложу, блин, где его брать? Церкви его сделать нельзя. Так, дайте-ка стекло подберу. Так, ещё немножко осталось, мы с вами сделаем уже колбы. Смотрим здесь, ребят. Так, склад железной руды. Склад железной руды. А у нас его нет такого склада, ребят. Так, давайте-ка посмотрим. Так, наковальня, деревянная наковальня. Козлы с брёвна. Так, увеличить площадь нам нужно, ребята. Площадь двора. Значит, 10 сложных деталей. Вот здесь всё это есть. Гончарный круг. Ну, прям дилемма какая-то. Её просоты, а, ребят. Я не знаю, где взять алхимический стол. Короче, будем сейчас с вами увеличивать площадь двора. Значит, нужно мне два бруса. Два бруса мы с вами достанем. И ещё вот эти вот сложные детали нужны будут. Поехали тогда делать всё это дело. Два бруса. Они, по-моему, у нас вот здесь делаются, да? Или же вот здесь. Я вот не помню. Блин. Они делаются именно вот здесь вот. Фигово. Ну, ладно, давайте тогда с вами приступим. Энергия есть. Если что, мы с вами пойдём, конечно же, опять же отдохнём. Поспим. Здесь, благо, у нас домик рядышком. Так что ничего страшного не произойдёт. В ближайшие дни у нас ничего не намечается. Я жду, когда у нас всё-таки сделается стекло. Мы сразу сейчас закажем с вами колбы. Колбы нам нужны в любом случае для того, чтобы делать чернила. Как ни крути, без них нам не обойтись. Причём у нас ещё, не забывайте, задание состоит в том, чтобы нам принести чернила этому писарю. Да, ребята? Именно писарю, который ждёт нас там в таверне. Так, что... В чём проблема? Я не понял. Что нам нужно для расширения? Ещё раз смотрим. Шесть. Ну, короче, два бруса нужно ещё. И десять сложных деталей. Два бруса и десять сложных деталей. Так, вот это всё подбираем. Брус, брус. Это где-то у нас... Погоди, у нас же где-то... Брус делается вот здесь вот. Всё, я вспомнил. Это брус делается вот здесь. Два нам нужна бруска. Так, давай вот так вот сделаем. Хоп, погнали, ребятушки, короче. И сложные детали. Сложные детали, ребята, делаются у нас вот здесь. Но я боюсь, у меня, по-моему, наверное, не хватит слитков. Да? Смотрим. Нет, вообще-то... Восемь. Ладно, сделаем восемь. Но, по-моему, там... А там восемь и нужно. Или десять. Ай, энергия закончилась. Закончилась энергия. Давайте опять отдохнём. Да, ребята, всё вот так вот завязано, что постоянно мы что-то делаем. Опять же, отдыхаем постоянно. Из-за этого, в принципе, и долгие серии у меня и получаются, ребята. Хотелось бы как-то их покороче. Хотелось бы что-то вырезать. Но тогда, мне кажется, непонятно будет, что, откуда и почему. Я сам тут порой, ребят, путаюсь. А если я всё начну здесь удалять, сокращать, хрен узнает, как оно дальше скажется. Ладно, давайте с вами делать эти детали. По-моему, всё-таки нам нужно десять штук. Ну, расширять двор в любом случае нам нужно, ребят. Как бы мы этого хотели или не хотели бы. Так, теперь давайте-ка мы с вами посмотрим, всё ли у меня точно хватает или не всё. Или я чего-то всё-таки забыл. Да, ребята, нужно десять сложных деталей. Десять сложных деталей. И сейчас нам чего-то, как всегда, будет не хватать. Да, нам не хватает простой детали. Ну, хорошо, что у меня этого за глаза, и мы можем себе позволить. Сделали, теперь доделываем сложные детали. Вот так вот. По красоте, ребята, всё у нас получилось. Так, давайте-ка мы сразу с вами, наверное, сюда забросим. Для создания... Погоди. А почему я не могу сделать колбы? Здравствуйте, приплыли. Мы же вроде бы с вами стеклодув. Так, плавильная печь. Плавильная печь. Создание колбы. Вот она, плавильная печь. Вот оно, стекло. Так, погоди-ка. Ты что-то тут дуришь меня, братуха. У меня это изучено всё. Плавильная печь. Это же плавильная печь. Плавильная. И... Почему я не могу сделать колбу? Создается на плавильной печи. Ну и что? Ну это мы подкинем дров-то. Ладно, это фигня всё. В чём проблема-то? Я не понимаю. Так, давайте, наверное, дровишек сюда закинем. Слушайте, ребят, это какой-то кидок. Стекло, значит, я могу сделать, а колбы нет. Хотя колбы у меня изучены. Так, давай, ладно. Увеличиваем двор. Двор построить. Так, подожди. Увеличиваем двор. Всё, что ли, увеличил? Я не пойму, я увеличил или нет. Так, ну-ка посмотрим. Ну, по крайней мере, детали у меня забрали. Так, металлолом. Это всё понятно. Вода, вода. Ну. Вода. Давай, наверное, заберём воду. Я не могу понять, что нужно для того, чтобы сделать кубы. Надо было у нас стекло. Так? Так. Я вижу тут вот растопка и всё. Ну и дальше стекло пошло. Как-то это всё, блин, подозрительно. Очень подозрительно. Может быть, это где-то в другом месте делается уже из стекла, как говорится. Так, это полировка. Стамеска. А где ты в другом месте будешь делать? Я не знаю. Просто без понятия. Стеклодов. Создаётся на плавильной печи. Создать колбы? Так. Ну. Ну, нету, ребята. Этого нету. Плавильная печь вот находится. Ну, ничего там абсолютно не могу сделать. Хорошо. Давайте посмотрим по персонажам. У нас что? 10 листовок. Это понятно. Тут про морковку, капусту. Качественное рыбное филе. Так. Качественное филе рыбы с серебряной звездой. Принести 4. Это барону. Так. Печать найти. Харадрику. 5 горшков мёда. Это дигу. Вот. 10 бумаг и чернил. Нужно. Чернила нужно нам создать. Так. А с медом у нас нормуль. Мёда хватает. Он нас обучить. Собирался изготавливать. Как говорится, этот. Торт. Я не вижу здесь, ребята. Не вижу. Так. Здесь, походу, дела тоже нету. Где мёд? Ёпросете. Он у меня был. Я знаю, что он есть. Где только вот фиг его узнает. Так. Мёд есть, ребята. 5 мёда он просил. Мы ему отнесём эти 5 мёда. Фиг. Так. Это всё выложим. Это выложим. Глина. Глина, в принципе, нам тоже сейчас не нужна. Выкладываем её полностью. Исследование не завершено. Неужели я должен выучить стекло, чтобы сделать, догадаться, что можно делать из них колбы? Такой, что ли, здесь подход? Так. Так. Нужно опять идти, блин, храпеть. Иногда заканчивается со страшной силой у нас, как видите. Что там на скамейку-то нужно? Я уже забыл. Там нужны, по-моему, брусья, хирусья. Жалко здесь нету. Вот, знаете, нажимаешь, например, кликаешь. Ээээ... Как сказать? Как в Википедии, знаете. Нажал. Что нужно для скамейки? И тебе показывают нужные ингредиенты. А не идти туда и вспоминать. А что же действительно там нужно? Или чего там не нужно? В общем, сейчас надо... Пойду я, ребята, займусь этими ребятами, которые тут у меня лежат, блин, уже причём давно. Надо сделать всё-таки. Это наше дело. Кожу извлечём. Также сразу же извлечём мясо. Слушайте, думаю, что больше... А, вот жир, жир ещё надо извлечь. Так, череполк. Ему нужно вино. Пока мы с вами, наверное, не сделаем этот... Как его называется-то? Винный пресс. Никакого вина он от нас не дождётся. Другого варианта просто нету. Как же меня всё-таки подкололи, а, ребята? С этим, блин, алхимическим столом я прям не могу. У меня же до трясучки, ребят. Вот честно вам говорю, блин. Так, церковная скамейка, канцелябра. Это всё понятно. Вот, может быть, стеллаж для свитков сделать. Ну, так, исследуйте. Ну, нету здесь алхимического. Ну, хоть ты тут тресни. Ай... И чернила нам, естественно, нужны, ребят. А чернила мы с вами не сможем элементарно получить. Ну-ка. Не хватает, ребят. Не хватает науки. Что бы сделать? Нам нужны, блин, колбы. Ну, это просто звездец, ребят, какой-то. Просто звездец. Я без колб не смогу сделать себе чернил. Делаются они в плавильной печи. Тут русским языком написано. Что за хрень? Здесь что, например, нужны эти главы? Так, история. Создаётся... Ну, это у меня есть одна из историй. Фиг с ним. Но вот этого-то у меня нету, блин. Перо, чернила. Этого нету. И этого я не могу сделать, ребята. Церковный верстак. Письмо-стол. Стеллаж для свитков. Исследовательский стол. Звездец. Вот так вот называется. Приплыли, блин. Расстроен, короче, я... Не знаю, почему он не хочет мне давать. Делать, так скажем, холбы. Без понятия. Я даже не смогу никаких исследований сделать. Абсолютно. Неужели не хватает стекла? Ну, стекла же, по-моему, до кучи у меня. Ну, посмотри. Нету колб и всё. Пловильная печь. Здесь, может быть, что-то? Нет. Может быть, здесь? Как видим, тоже нет. Тут смотрим. Опять же ничего. Тут. Сами видите, ничегошеньки, ребята. Верстак только остаётся. Но у нас тут только полировочная паста. И всё. И больше ничего, ребята, нету. Печка. Ты ведь меня круто обломаешь. Чтобы сделать, чтобы сделать колбы, мне нужно стекло. У меня стекло есть. Мастерская камнетёсная, это всё есть, это есть, это есть. Это всё у меня, ребята, есть. Так, может быть, здесь? Нет, здесь только керамические мисочки мы можем с вами изучить. Керамические миски. Хорошо, ребята. Я беру похоронные сертификаты. Я пойду в деревню, я посмотрю. Может быть, там получится у меня купить. Это стекло недостающее. Ну и дальше уже попробуем с вами развернуться хоть маленько. Просто какая-то засада. Так, бумага есть. Чернила у нас нету, как вы понимаете. Испорченная книга. Больше нам, в принципе, здесь ничего пока не нужно. Всё. Гвозди тоже выложим. И выложим. Слиток. А, не хватает места. Всё понятно. Почапал я, ребят. Да, я даже сделаю лучше. Чтобы не бегать там слишком долго. Мы вот так вот по короткому пути с вами пойдём. Значит, отдадим с вами мёд. Дигу. Который там у нас прячется где-то на отшибе. Это где вот, если посмотреть по карте. Где-то тут. Отшельник какой-то он у нас. Ну, немножко, конечно, свихнулся он, по ходу дела. Какой-то он не в адеквате. Раздвоение личности у него там. Или ещё что-то в этом роде. Так, мне бы его найти только. Где он тут у нас ныкается-то? Так, подожди. Это у нас кузнец. Это у нас кузнец. Вот здесь, вроде бы, он где-то тут должен быть. В этих, по крайней мере, краях. Сейчас попробую. Вот он. Ну, давай. Динь-дон-бум-бам-бум. Я дик. Я существую. Отдать мёд. Моя прелесть. Так, что насчёт торта? Просто запомни. Нельзя перебарщивать с сахаром. Тортик поможет тебе посмотреть на вещи под новым углом. Больше точек зрения, больше мудрости. А, создать торт. Не обманул в торговле. Что у тебя есть? Смотрите, ребята. У него есть масло семян. Масло из семян. Так, мне нужно одно семечко. Вот это вот. Конопляное. Отлично. Так, конопля. Слушайте, это я так понимаю... А, ну да. Всё. Нормуль. Так, масло из семян. Ну, давай одно возьмём. Масло из семян. Масло из семян. Масло из семян. Уровень качества 2. Конопля. Сколько она стоит? 10. Хорошо, давай возьмём... Вот так вот. Может быть, для чего-нибудь нам пригодится. Так, с одним заданием, ребята, мы расправились. Так, вот здесь у нас, по-моему, можно покупать... Да, перья. Обязательно купим перья, потому что они нужны для... Ну, для, короче, ручки, так скажем. Для пера. Писать можно было. Так, это у нас кузнец. Мне нужно, ребята, продать сертификат. Я ищу. Где же наш этот? Что ты тут стоишь-то? Не хочешь даже разговаривать со мной? Так, давай-ка сюда зайдём. Ну, давай-ка поторгуемся. Давай я избаглю вот эти 2 сертификата. И, как говорится, по рукам. Вина у него нет. У него только лишь пиво. Чечевица, хлеб. Короче, понятно. Камень телепортации. Сколько он стоит? Два серебряных. Слушайте, ну, наверное... Наверное, хорош этот камушек, я думаю. Так, больше с нами никто здесь разговаривать и не собирается. Ну-ка поговорить. Так, ага, можно отдать ему бумагу, ребята. Спросите, где можно найти бумагу и чернила. Кое-что ты можешь найти в церкви. Ну, или сделать сам. Сам я не привык работать руками. Но такой опытный человек, как ты, наверняка справится с этой задачей. И ещё можешь попробовать достать их у старого звездочёта. Каждый он приходит к маяку. Он был моим наставником до того, как мы... Понятно, ребята, это мы с вами читали. Короче, он приходит к маяку. Буквально через день звездочёт придёт к маяку. Нам его нужно, ребята, поймать. Хорошо. Пойду я пока куплю перьев. Чтобы лишний раз потом сюда, как говорится, не бегать. Перья нам... Погоди. Блин, где перья-то? Ё-моё. Путаешься, да, ребята? Путаешься. Не запоминаешь, как говорится. На карту лишний раз смотреть не хочется. Так, по-моему, где-то у нас наверху. Так, а это у нас кто такой? Что такое? Добрый день, господин. У нас вы можете найти лучшие молочные продукты в деревне. И говядину можно купить. О, нет, господин. Коровы наши друзья. Мы не похожи на городских жителей. Не удивляюсь, если они начнут есть человечину. Они-то думают, что они самые умные. Но я думаю, они просто варвары. Хм. Понятно. Так, нам ещё нужен, ребята... Ну, мы его сейчас, конечно, здесь не найдём. Да и травы у меня нету. И к траву-то, помните, мы хотели с вами отдать. Но я ещё даже её не получил. Деревня может спать спокойно. Конечно, может спать спокойно. Только деревня, блин, может спать спокойно. А у меня тут пукан горит, блин. Бегаю. Ищу. Где это... Перья так продаются-то? Забыл. Вот он, вот он, вот он, курятник. Куда пошла? Только не говори, что ты не будешь со мной сейчас торговать. Нет, будет. Так, давайте возьмём с вами... Ну, я не знаю, ну... На перебор. Давай вот так вот. Я думаю, лишним не будет, ребят. Так, ну что же, нам остаётся где-то тут переночевать. А есть, интересно, здесь ночлежка или нет? Ночлежка. Думаю, что нету. Так, у нас зато вот здесь вот есть амбар. Я, по-моему, здесь ещё не был. Давайте-ка зайдём, посмотрим, что там у нас продаётся. Может быть, мука или ещё что-нибудь в этом роде. Может быть, готовые кренделёчки уже. Сдобные булочки. Хотя ночью кто тут будет нам что-то торговать? Это, случайно, не звездочёт ли? Старый астролог получил достижение. Ребята, да, это и есть звездочёт. А я за ним пойду. Та-и-да-ри-та-ри-та-та. Прогуляюсь, как говорится. Как вам нынешний... Эх, даже не хочет отворачиваться от меня. Не правда ли свежий воздух, а, гадёныш? Ладно, сейчас мы с ним поговорим. У него можно, нам сказали, купить, типа, чернил или бумагу, что-то в этом роде. Если это так, это хорошо. Но я, по-моему, протратился очень довольно сильно. И у меня один серебряник всего остался. Мне бы хотя бы на парочку колбочек, ребят, чтобы я смог сделать чернила в конце-то концов. Раз мне в моей же деревне, на моём же кладбище, блин, где я, как говорится, царь, не дают делать этого. Не дают просто-напросто делать. Слушайте, а может быть мы сейчас со звездочётом поговорим и нам откроют способность делать колбочки, мензурочки? Кто его знает? Дик уже спит в своём горшке, блин. Хе-хе. Не доби там. Так, ладно, мы можем пока... Погоди-ка, здесь же тупик. А, вниз. Понял, звездочёт, вниз. Слушайте, а удачно сложилось, да, что мы пришли в этот день и звездочёты как раз постричали. То, что нужно. То есть не зря, не зря всё так у нас сложилось. Так, тут у нас сад. Да, как раз он идёт и практически полночи, да не полночи, всю ночь он от своего пункта А до пункта Б добирается. Я так понимаю, он сейчас будет здесь. Вот здесь мы его и подождём. Ну где ты там, старик? Вообще-то звездочёты всегда смотрят в свой телескоп ночью. С какого перепугу он сейчас идёт сюда под утро и... Так, отлично. Привет. Вы звездочёт? Был когда-то, теперь же я всего лишь потерянная душа в тупике жизненного лавиринта. А я новый хранитель кладбища, и, видимо, мне нужна ваша помощь. Всем нужно что-то, мне уже ничего не нужно. Мудрость приносит одну лишь печаль. Вот вы, юноша, к примеру, выглядите весьма счастливым. Да и вообще, какое мне дело до ваших просьб о помощи? То есть, вы мне не поможете? Нужно подумать. Ты присматриваешь за кладбищем? Да? Тсс, тихо. Что такое? Принеси мне череп. Это, конечно, незаконно, но... Кому есть дело до этих глупых инквизиторских законов? Ага. Говорящий? Герри? Он вроде как мой друг. Как-то неудобно получится? Нет, мне нужен обычный череп из трупа. Блин. Звездочет. Ну ты издеваешься. Ну ты раньше не мог, блин, сказать этого, а? Намекнуть хотя бы, что тебе нужен череп. Вот в жизни бы не подумалось, что ему нужен, ребята, череп здесь. Бежим, бежим на всех парусах. Надеюсь, мы успеем все-таки принести ему этот череп. Иначе получится очень и очень скверно. Согласитесь, ребята. И время-то уже у нас бежит неумолимо. Неумолимо, ребята, оно убегает от нас. Уже утро не за горами. Уже солнце встало. Сейчас петухи запоют. Ну а там рукой подать и день закончится. Поэтому я, ребята, спешу, спешу. Практически бегу. Спотыкаюсь, бегу. Коленки все изодраны от падений. Но я спешу, спешу, чтобы достать этот чертов череп. Для этого чертова звездочета. Чтобы он хоть что-то мне мог поведать. Или, по крайней мере, мог со мной уже там торговаться. Ну давай, давай, давай. Поднажми, поднажми, дорогой. Ай, какая же долгая дорога. Какая же тут долгая эта дорога. Она, мне кажется, вечность просто идет, ребят. Просто вечность. Так, срочно, срочно, срочно мне. Так, здесь есть череп? Нет тут черепа. Давай здесь глянем. Черепундель. Да ладно, еще скажите, что тут черепа нету. Вот. Я на всякий случай возьму вот так вот. Так, дай-ка я вот это вот выложу. Вот это выложу. Это тоже выложу. Фиг узнает. Может быть, ему надо будет череп, мозг там. Черт. Ты узнает, что он там захочет. На всякий случай, ребята, взял вот этого всего. Так, подожди. Пойдемте давайте по сокращенному пути. А то скажут, да, принеси мне, блин, мозг там. Принеси мне еще чем. И растянется это на два года у нас. Желанная встреча и желанный ответ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уже сколько времени? Уже, ребята. Ой. Боюсь, наверное, не успеем. Я, конечно, постараюсь. Я буду бежать, бежать. Раздирая коленки в кровь. Потому что я очень спешу. Я падаю. Ай, еще не так пошел. Ай, еще не так пошел. Издочет, пожалуйста, не уходи, а. Дорогой ты мой, подожди. Я несу тебе твой череп. Для твоих этих делишек там грязных. Ты, главное, стой. Жди, жди меня. Да ебросотель, ну куда же мы? Солнышко, пожалуйста, не садись. Не садись. Подожди маленько еще. Подожди капельку. Я уже почти дошел. Почти дошел. Вот, все. Вот она. Вот она гора. Звездочет. Я прибыл. Прибыл я. Отдать череп. Топорно сработано. Но каждая косточка на своем месте. Идеальный подарок. Видимо, у вас, юноша, талант к анатомии. В человеческом теле еще столько непознанного. Возможно, не меньше, чем в звездном небе над нашими головами. Сдается мне наступит день, когда вы будете весьма искушены в вопросах человеческого тела и души. И вот тут-то вы поймете всю бессмысленность этого мира. Ну, теперь, когда мы вроде бы как соучастники, позволю поинтересоваться. Что вам от меня нужно? Мне нужна ваша помощь. Так, мне нужны чернила и бумага. Что ж, их есть у меня. По правде сказать, у меня накопилось порядочно всякого хлама. Неужели? Что-то из этого может даже пригодиться начинающему естествоиспытателю вроде вас. В печенках у меня уже сидят эти индюки из университета. И без них на жизнь себе заработаю. Торговать. Ох, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, цены-то какие. Жесть. Жесть, ребята. У меня не хватает денег. У меня не хватает денег, чтобы купить чернила. Фак. Мне нужно открыть портал. Мой друг сказал мне, что вы можете знать, как активировать портал на Ведьмной горе. Никогда о нем не слышал. Хотя, постойте, много лет назад, можно сказать, в прошлой жизни у меня был товарищ. Тоже кастин-смотритель кладбища, как и вы. И вот он просто бредил этим порталом. Такое у него было богатое воображение. Удивительно, сколько всего он знал. А что с ним случилось? Взял и пропал однажды. С тех пор ни слуху, ни духу. Первое время я его даже искал, но никто ничего о нем не знал. Мне даже стало казаться, что я его выдумал. Да уж, тяжелые тогда для меня настали времена. Все не ладилось. Его случайно не Герри звали. А, кстати, да, помните, мне кажется, что Герри и был на Смотрителем кладбище. Помните, он говорил, слишком много языком трепал и за это поплатился. Я даже не знаю, как его звали. Я знал его по прозвищу Смотритель. Так что там насчет портала? Мне вспоминается, что он вроде как нашел способ, как его активировать. Что-то сверхъестественное. Я не запомнил эту ерунду. Но все должно быть записано в его дневнике. Прямо перед тем, как исчезать, он отдал мне этот ключ. Он от железной решетки в церковном подвале. Где-то за ней он хранил все самые ценные для него вещи. А чего же вы сами не забрали дневник? Я пытался, но ключ оказался не простым, а секретом. Пару месяцев пустую убил на то, чтобы его собрать. Может, ничего этот ключ и не открывает. И это все просто розыгрыш. В любом случае, можете взять его. Можете попробовать понять, как ключ работает. Поизучай его на исследовательском столе в церковном подвале. Если удастся заполучить дневник, принесите его мне. Попробую прочесть его, расшифровать. Может, узнаем, что о портале. Ага. Так. Ну, уже хорошо, ребята. Уже хорошо. Но все-таки с чернилами я лопухнулся. Мне не хватает, ребята, буквально капельку. И вряд ли я уже... Подожди-ка, может быть, вот с этим можно торговаться. Торговаться. Я могу тебе что-нибудь продать? Сколько ты? Три. Всего лишь три. Этого мало, ребята. Этого мало. Хотя, погоди. Есть. Есть! Есть, родные мои. Так, стой. Стой, не уходи. А в чем разница? Так, а мне нужно перо и чернила? Или просто чернила? Я не помню. Блин. В любом случае, мне не хватит на это. Я купил. Одну баночку, ребят. Не знаю, что из этого выйдет. Ух. Напряженно все это как-то было. Ой, господи. У меня же горло пересохло, ребят. Ну, главное, я купил одну баночку. Я надеюсь, одной баночки мне хватит. Слушайте, ну, ценники у него аристократические. Довольно такие, знаете, кусающие. Так, ладно. Идем, ребятушки, с вами до хаты, до дому. Ну, у нас приближается день молитвы. Это наш шанс с вами подзаработать немножко денег. Денег, репутации, славы. В общем, вы все прекрасно с вами знаете, чего. Так, ну, для этого я хочу, ребят, знаете, что там, канделябры, наверное, там, создать или что-нибудь такое, чтобы было удобнее им там в церкви и сидеть и проповеди слушать. Ну, это, само собой, разумеющееся, да? Да, ну, как же все-таки с колбами-то мы пролетели? Или же я все-таки что-то неправильно, ребята, делаю? И стол алхимический, которого я почему-то до сих пор так и не нашел. И не знаю, где он. А он нам нужен. Только на нем я смогу сделать чернила. Ну, что же. Так, здесь нам пока делать нечего. Что я там приобрел-то? Так, масло, ключ. Ключ надо, кстати, будет посмотреть. Сейчас мы спустимся и посмотрим. А, нам же сказали, что его, наверное, нужно, ребята, исследовать на столе, чтобы разгадать загадочку. Ну-ка, проверим. Да. Ключик, как мы видим, не подходит. Печалька, конечно. А чтобы его исследовать, нам, естественно, ребята, нужны всякие записки, книжки, которых у меня, как видите, нету. Есть вот одна история. Так, выложим мясо, выложим. Вот это. Так, заберем эту историю. Заберем. Так, у нас здесь три семени, да? Раз, два, три. Конопли. И вот здесь, по-моему, тоже где-то одно. Вот одно есть. Так, это я для чего, ребята, сделал? Для того, чтобы пойти и посадить. Ты будешь давать мне колбы или нет все-таки, а? Не хочет, ребят. Морковка-то, я думаю, созрела уже. Созрела. Места нету, да? Так, а посадить? Погоди, я что, не могу коноплю посадить, что ли? Эй! Да ладно тебе, я не могу посадить коноплю. Что за бред? Не завершено исследование. Зачем мне, блин, исследование завершать? Создать. Да ладно тебе, что за фигня такая? Я не могу понять. Зря тащился, да, как говорится, ребят? Слушайте, мне почему-то кажется, что... Да нет, он должен здесь, именно здесь сделать. Так, столярный для рубки, козлы. Так, наковальня, деревянная наковальня. Он должен сделать стекло именно здесь. Без каких-либо там вообще проблем. Просто должен выдувать и все. Зачем мне эти цветочки, а? Кто мне скажет? Хожу с ними, как этот. Как будто на свидание собрался. Непонятно к кому. И места уже практически не осталось. Надо, блин, почищать все здесь это. К ядре не феней. Так, перо, перо, перо. Ладно, перо мы возьмем. Масло и семян выложим. Так, семена выложим. По-моему, пока все. Я еще раз, ребята, гляну в технологии. Посмотрю, что здесь все-таки нужно. Смотрите, создается на плавильной печи. Стекло создается. Колба тоже должна создаваться. Подожди-ка секунду. Плавильная печь 2. Плавильная печь 3. Ну, а у меня какая половильная печь? Плавильная печь просто. А как я, например, ее сделаю до второй? Непонятно. Пускай делается стекло тогда. Непонятно мне вот это все дело, ребят. Так, место освободилось. Давайте соберем вот этот вот хлам есть. И посадим. Не посадим мы ничего. Компост-то можем сделать? И компост даже сделать не можем. Ой, ладно, ребятушки. Давайте мы, наверное, с вами будем закругляться, да? Хотя нет. Нет, 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 нет. Никаких закруглений, ребята. У нас молитва. У нас молитва. Че это я совсем забыл? Ёпарс, это сейчас бы ушел бы. Пойдемте читать проповедь. А тебе что надо? Там я уже забыл. Репутация. Так, плюс 20 нужно уже, чтобы кладбище было. Под такой репутацией. А у нас качество 4. Ой, пришел. Забыл же, что у нас там в сундуках все это лежит. Богатство наше. Для церемоний. А вот так вот. Да, начать. Ну, это вы... Да, это понятно, ребята. Все это мы пропускаем. Так, надеюсь, пройдет удачно у нас здесь все. Хоть бы повезло, ребята. Отлично, отлично. О, им понравилось, ребят. Так, и я надеюсь, пожертвования будут хорошие. По 5 мидачков. Нет, по 3. Ну что ж, ладно, пускай так хотя бы будет. Забираем. Так, теперь я хочу посмотреть по поводу чернил. Так, чернил, чернил. Сейчас, секунду, ребята. Так, нужно одно перо. Ну, одно перо у нас есть, ребята. Мы сейчас его заберем. Золотые ювелирные изделия. Ничего. Дубинная жидкость. Алхимический стол. Это у нас исследовательский. Это у нас церковный верстак. И это письменный стол. Где же у нас все-таки... Смотрите, ребята, у нас тут соединяется морг вместе с этим. Если мы здесь пробьем проход. Ха. Офигеть. А это у нас с нашим домом. Нормуль. Так, стеллаж для свитков. Так, ладно. Пойдемте, ребята, сходим за пером. Сделаем с вами одну банку чернил. И будем уже, наверное, потихоньку с вами обустраивать кладбище. Репутацию, как говорится, повышать ему. Так, перо, перо, перо. Я его не здесь оставил? Нет, его не здесь. Вот она, перышко. Хорошо. Так, этот еще мужик, звездочет, нам сказал, чтобы мы с вами потихонечку изучали органы. Да, то бишь, кишки, череп, кровь у нас уже изучена. И мозг. Да я бы, честно говоря, с удовольствием этим бы занялся, если бы у меня была бы наука. Науки у меня пока нет. А наука делается у нас, я еще раз говорю, из прочтения книг. Так, вот мы книги с вами прочитаем, какие-нибудь. Нам дают по пять, по-моему, пять очков науки. Или четыре. Так, сейчас мы с вами закажем, закажем чернила. Я вот не знаю, только единственное, что мне лучше сделать. Нести эти чернила писарю, чтобы выполнить квесты или что? Так, вот. Три, три чернили. Три этих мы с вами получаем. Ну что же, это хорошо. Это очень замечательно. Три банки. Вот оно, дело пошло. Так, давайте дальше смотреть, что мы здесь можем с вами сделать. Ну, вот предположим, у нас есть чернила, да? Что мы можем с вами сделать? Это надо нам обращаться к письменному столу. Мы можем с вами сделать. История у нас есть. Чистая бумага. Погоди-ка, чистая бумага. Чистая бумага. А как у нас делается чистая, блин, бумага? А, чистая бумага, вот она как делается. Давай закажем с вами. Вот так вот. Тридцать шесть чистой бумаги, ребят, я заказал. Ё-моё. Не с горячухи ли я? Да ладно. Как оно говорится, это кашу маслом не испортишь, да, ребят? По-моему, так. Так, энергии хватит? Да должно, в принципе, хватить. Давай-давай, осталось совсем немножко. Ай, наверное, не хватит, ребята, у нас не хватит. Всё, отлично. Так, и теперь мы здесь создаём с вами... Оу, мы можем листовки создать. Сколько там нужно было? Десять. Десять листовок, да, ребята? Десять листовок. Я могу почему-то только пять сделать. Хорошо, давайте сделаем пять. Да чтоб тебя. Блин, ребята, здесь нужно пробивать, расчищать проход. Что нужно для этого? Это нужен брус для этого. Потому что я бы сейчас... Оп! И я бы уже был бы дома. А так мне сейчас бежать. Ек, коломане. Столько расстояний. Ну, листовки я уже, по крайней мере, могу делать. И это хорошо. Так, стекло. Фух. Ну что ж, дорогие мои друзья. Давайте, наверное, на этом мы с вами завершим этот выпуск. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии. Ну и, конечно же, продолжим проходить эту игру. А на этом всё. Всем пока. Всем удачи. И до скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok